В начале переговоров директор Департамента по делам правительства Хорелбатер информировал об условиях договора инвестиций по использованию месторождения. Таван Талгой имеет площадь 68 тысяч гектаров. Его самую тщательно исследованную богатую площадь Цанхи правительство решило использовать в первую очередь. Территорию разделили на две части. На левой стороне будет работать компания РДНС Таван Талгой со стопроцентными инвестициями государства. На правой будет вестись совместная деятельность с иностранными и внутренними инвесторами. После долгих обсуждений правительство образовало консорциум из компаний Китая, России, США и Монголии. Доли консорциума распределились следующим образом. Китай обладает 40%, США владеет 24%, Россия и Монголия по 18% акций. Как пояснил Хорелбатер, в ходе тендера были выбраны лишь те, кто сумел дать самые полезные и выгодные предложения для Монголии. Поступили такие предложения, как подготовка кадров, создание фабрик, вложение инвестиций в определенные отрасли. При отсутствии предложений мы оставляли право выбора за собой. Как вы знаете, окончательное решение примет ВГХ. 10% акций месторождения Таван Талгой правительство раздаст среди населения. Еще 10% продаст монгольским компаниям. Стоимость акций, ранее озвученная, может измениться, и, по мнению некоторых граждан, это не будет выгодным для страны. В то же время, если решение о реализации акций компаниям будет аннулировано, то возникнет вопрос, где брать 70 миллиардов тугров, которые должны поступить от продажи акций более чем 40 тысячам организаций. В сложившейся ситуации возникло мнение, что право покупки нужно предоставить внутренним компаниям. РДН Ставан Талгой по 39-му постановлению положение обязан объявить названную цену и реализовать 10% акций, стать самостоятельной компанией при наличии 30% и осуществлять переговоры с остальными консорциями. 39-е постановление вышло с таким назначением. Компания является совместным предприятием, здесь много работников. Если запретить частным лицам приобретение акций, то можно перекрыть все стремление народа на продуктивную деятельность. Во время переговоров свое отношение к ситуации высказали два эксперта Совета нацбезопасности. По их мнению, перед тем, как решить вопрос по акциям, надо решить дело с обеспечением энергии и воды, железнодорожных грузов. Эксперты раскритиковали правительство за то, что активно обсуждается выпуск акций поставка угля, а важные моменты по инфраструктуре отодвигаются на второй план. Значимость этих проблем в проекте объяснил директор компании РДНС МГЛ, представляющая на этих месторождениях интересы государства. В бизнес-плане компании вопрос воды стоит на первом месте. Сейчас обсуждаются финансовые возможности и начнутся поисковые работы. В ближайшее время также работа по созданию электростанций. На следующей неделе вопрос обсудят на заседании правительства. Немало критики влечет за собой вопрос и о цене угля Таван Талгуй, так как люди считают, что заключение договора о продаже угля компании РДНС Таван Талгуй китайской компании Чалка за 70 долларов за тонну не является ценой, соответствующей мировому рынку. Но так или иначе, РДНС Таван Талгуй заключила договор по этой цене и приняла предоплату в размере 250 миллионов долларов. Средства поступили в Фонд развития человека. Но директор компании РДНС Таван Талгуй объясняет, что помимо Китая есть потенциальные покупатели из Японии и Кореи и в дальнейшем возможно установить цены соответственно мировой практики. Окончительное решение этого крупного проекта, который по минимуму на ближайшие полсотни лет обеспечит Монголию, примет ВГХ после ряда переговоров. Салангунем Бояр Ирина Грабун, Аист Монголия